ну что ребята посмотрим что купили что купили капусточку купили капустка такая вот вот купила просто увидела капусту купила потому что лето овощи щи борщ рагу капустка до овощи нужны капустка 21 рубль килограмм по моему я потом когда чек посмотрю уточню может быть 21 99 а это уже 22 рубля до хлебушек лёшек взял 40 рублей перчики перчики взяла тоже мало ли что да на рагу на вот надо хочу сделать огород может быть сделаю огород я уже показывала как не знаю это может где-то есть какое-то другое название вот всякие овощи и заливайте яйцами баклажаны перчик что там еще помидорчик вот вот это вот все обжариваете потом заливаете яйцами вот и вы какая-то вкуснятина мама готовила очень вкусно вот и пускай будет перчик да в любой момент вот полез в холодильник он там лежит я знаю что он там есть пригодится так лук лук мне мой пока жалко дергать жалко не знаю пока возьму он еще растет он еще нарастет правда еще недолго уже уже недолго вернее осталось ну пускай потом когда накопаем вот потом уже будут сейчас так китайская капуста будет фунчоза с овощами мне говорили можно даже с огурцами можно с редькой вот эту фунчозу делать ну ребята но обалдеть как вкусно это что-то этого мне передать просто это что называем там сидим дождь на тебя пока полда дозик пока полда пока полдозик ой 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 многое все вот в общем будет фунчоза обалденно какая вкусная вот кто еще не пробовал попробуйте приготовьте очень вкусно вот я говорю можно мне отписали там не было китайской капусты я положила огурец соломкой порезала огурец и очень вкусно тоже с огурцом с редькой кто-то писала я с редькой делаю вот так и все вкусно лук вот такой вот тоже для фунчозы с таким луком красивей знаете вот все цветное вот перчик красный перчик красный у меня есть в этом холодильнике вот а лука вот красного нет такого фиолетового почему красный если он фиолетовый да вот так вот так здесь все хлебушек батон мягкий вы ребята я не могу я прям вот знаете вот хочется просто я шубуршу сильно как пахнет хлебушек свежий вкусно сейчас прожую так для лёшика соломка его любимая соломка печеньки пока выпечки нет тебе еще дать да ты хлебушка хочешь выпечки пока нет никакой лёшик покушает печеньки ну давай там любит все печеные вот хлебушек можно печеньки нет печенек немножко только вот большой кусок вот с неохотой надо маленькими что лёшик лёшик взял конфеток себе леденцы мини вот эти маленькие на всякий случай может меньше курить будет да лёшик опять дождь пошел дождь пошел так и что еще взял набрали пряников лёшка потянула на пряники тульские пряники вот такая лакомка с фруктовой начинкой я бы тоже съела такой пряничек с молочком да даже с чайком вот здесь есть со сгущенкой и с фруктовой начинкой 2 со сгущенкой и 3-5 штук сейчас расскажу про цены так здесь все где цены сейчас я еще вот я тебя накормлю до хлебушка все наелась не хочет так не хотя взяла все не буду давать больше так палочки тридцать один девяносто девять тридцать два рубля пряник тульский фруктовая начинка тридцать шесть девяносто девять так течение юбилейная 69 90 батон нарезной 28 99 29 рублей батон этот против 40 с отрубями казалось бы да мука и отруби этот 40 этот 30 до 10 рублей на отрубях отруби считаю вообще ни почем умом россию не понять а вот и капуста белокочанная 2149 2150 килограмм вот эта капусточка у нас на 37 рублей тело 750 37 рублей нормально я считаю вот и скетч карта акции вот такая напечатали пятерочка напечатала вот такие карты вот но я не знаю зачем вот здесь надо стереть защитный слой и узнать на что в следующий раз будет у нас скидка сколько скидка не помню смотрите защитный слой узнайте вашу скидку на следующую покупку или код на подарок на следующую покупку просто сейчас посмотрим сколько у нас тут скидка ну то что нам не надо я даже не сомневалась минус 30 процентов на майонез слобода провансаль 400 миллилитров майонез мы не покупаем майонез я делаю сама можно просто мусорное ведро и все вот зачем вот это вот печатать да тратить деньги вот это вот ну кому то это может быть и пригодится нам не нам не пригодилось может быть если бы там что-то было другое да например пряник тульский да нам бы подошло ладно так ну что заодно сделаем обзорчик на вал борис вал борис у нас и озон вот так я вот это уберу что у нас это для лёшика он его ждал ждал а пульт получила лёшик пульт у нас сломался пульт для телевизора вот заказали в принципе точь-в-точь один в один ну немножко чем-то отличается чуть-чуть слегка батареек да без батареек потому что легкий без батареек на 2 батареи лёшик на забирай свой пульт лёшик он был паркованный тогда написали я то читала отзывы нормальный пульт пульт ну давай я вставлю по-другому лёшик это наверно вот уже возраст кипишной такой не вставляется батарейка как не вставляется батарейка имеет сто процентов взаимозаменяемость с вашим оригинальным пульт пультом включился все бракованный бракованный все бракованный подсунули бракованный пульт но ничего все хорошо что хорошо кончается а у нас дочь так ладно это еще что шампунь заказала у меня шампунь в бане есть здесь я мою голову чаще просто вот здесь закончился шампунь и я заказала шампунь на валдейсе захотелось мне белорусского шампуня потому что белорусской косметики парфюмерии я доверяю на все на сто процентов на сто двадцать процентов очень мне нравится вот такой вот шампунь попробую ребята расскажу потом как на самом деле для слабых склонных склонных к выпадению волос у меня волосы очень тонкие тонкие ну а выпадают они мне кажется у всех и всегда там много разных выбор очень большой даже вот именно вот именно такой шампунь там и для жирных волос и для ну для всяких всяких вот ну я выбрала вот этот вот пахнет травками ну густой такой смотрите сейчас я закрою вот смотрите как густой какой вот как мед прям до розмарин и красный клевер может быть розмарином и пахнет что то есть до розмариновая ну аромат прям не фонтан не ну и ладно главное чтобы было содержимое натуральное не то что вот эти все понтины там вот эти вот я уже забыла как они называются потому что давно уже ими перестала пользоваться потому что это такая ерунда что ими страшно мыть голову вот так а вот это вот все натуральное но я так думаю и заказала себе помаду так вот в такой пупырки где здесь все запечатано конкретно там 06 вот такая вот это тоже белоруссия да ну вот такая вот кажется так такая бы она прячется вот смотрите видите вот как ну такая маленькая там еще написано вон видите надпись вот какой-то тонкий тонкий такой запах улавливается но можно сказать что ничем не пахнет а это тяжелее пульки новый тяжелей новый легче ну чё-то изобрели наверно на лёжик у меня новая помада да ничего не замечаю ну я такую хочу что она как бы была незаметна на губах как бы если как бы вот такая помада ну такая маслянистая знаете такая вот не сухая не вот так чуть-чуть туда-сюда и хватит вкуса никакого совершенно вообще такая вот помада я почитала про нее отзывы я не вижу себя без очков не вижу как как вам ну хотелось мне такую естественного цвета вот чтобы было так а это ой лёшик лёшик а ты мне не подашь ну ноженки любые мне коробочку открыть а то я вот села так вот лампочки с лампочками лампочки пришли лампочки шли шли почти две недели заказали мы на озоне и вот почти две недели мы их ждали отзыв конечно я оставлю чтобы люди знали что ждать придется долго не знаю еще подойдут ли за упакована конечно очень хорошо так ну это наверно для работникова зона пупырки не знаю кого это расслабляет меня это не расслабляет наверно мне меня этим не успокоишь пупырками так куда девала вот очки терял очки лампочки для вытяжки у нас одна лампочка сгорела но здесь заказали две потому что они идут в паре ну пускай будут две цены ребята я потом напишу на все на шампунь на помаду на лампочки тяжеленькая такая она так вставляется и прокручивается вот это для вытяжки две такие вот лампочки вот это вот и все это все наши покупки на зоне на вал борисе в городе вот сейчас пойду посмотрю на свою помадку ну я прочитала отзывы прочитала что она как естественная естественно смотрится на губах и заказала ну все на этом все ребята